14 января 2021 года здравствуйте дорогие наши друзья со старым новым годом поздравляем 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 с днем святителя василия великого всех православных кто празднует и конечно с обрезанием господним ну а мы с вами сегодня начинаем наше уникальное удивительное путешествие по северной ирландии мы с вами будем вместе открывать эту страну и уже сегодня мы увидим с вами волшебные таинственные святые горы морны мы узнаем немного о святом патрике святом донарде и узнаем о кельтской культуре она здесь везде вот вы знаете ирландия такая же многоэтажная как и святая земля да это так потому что так же как есть небесный иерусалим и земной иерусалим эти аспекты также открывается как неудивительно здесь в ирландии есть ирландия средневековая индустриальная древняя языческая кельтская друидская современная и все это ощущается повседневной жизни это то что нас здесь совершенно поражает и вообще знакомство с любого места для меня начинается с того чтобы это место как-то ощутить вот не с исторических справочников и умных цифр и дат а с какого-то внутреннего ощущения звука этого места и самое важное для меня вот лично приезжаю куда-то это познакомиться с деревьями и с усопшими однозначно однозначно вот если ты познакомился с покойными и вот мы сейчас находимся на кладбище и также если ты наладишь контакт с деревьями как живыми существами и это действительно дает тебя ключ к пониманию места особенно это ключ к пониманию ирландии потому что в древней кельтской культуре деревья воспринимались как связующие каналы между миром земным и миром ши это мир подземный в котором обитают таинственные люди потомки племени туата дэданан это как бы племя богини дану это были такие завоеватели ирландии в ирландии было вообще 5 завоевателей 5 это люди топ собственно говоря те кто сейчас здесь и живут а вот до них были вот это племя туата дэданан это мифические существа по сути дела древние ирландские боги которые были необыкновенно красивый лицом обладали редкими музыкальными и поэтическими способностями знали ремесла и владели магией и вот когда люди завоевали этот остров то туата дэданан не ушли с него они накинули покров невидимости и остались здесь в ирландии это те самые феи и лаприкорны только не вот эти вот диснеевские с крылышками да это совсем совсем уже современное но то что здесь есть священные деревья в которых обитают феи и такое дерево ни в коем случае нельзя срубать вам расскажет каждый местный житель очень действительно тонкая грань можно сказать между миром видимым и невидимым и не бойтесь особенно те из нас которые переживают за чистоту православия и так далее все это тоже стало переосмысляться именно в догматическом русло и именно в почитании пресвятой и нераздельной троицы то есть это то что уникально что дохристианский мир и христианское именно догматическое не народное а догматическое богословие здесь как-то совмещается и святой патрик когда проповедовал древним кельтом его необыкновенная любовь к этим людям и к этой земле а кстати мало кто знает что святой патрик вообще-то не был ирландцем он был римлянином он был из римских жителей британских островов он был пленником здесь в ирландии и потом когда он из этого страшного плена пережил 6 лет тяжелых работ он пас овец в самом холодном месте среди где зимой лед и снег и там он открыл бога лишившись всего живя в бедной хижинке служа своему хозяину так вот когда он из плена бежал а потом вернулся сюда проповедовать и быть здесь епископом обращать язычников он с невероятной любовью и трепетом подошел к их местным верованиям а именно к друидской их религии почитавший деревья вдумайтесь есть параллели сейчас мы вам легко их покажем в библии да дело в том что бог является у дуба мамврийского то есть авраама авраам строит первые свои жертвенники как раз у дубрава море это в самария и у дубрава мамре то есть то что по русски называется мамврийского дуба хеврония да в хевронии так что это вполне интересно бог является моисеевы тоже в неопалимой купине то есть то что вообще важно что и на часто богоявление в библии да в само библии не в язычество было как раз связано с определенными деревьями дубравами и вообще в основном бог является в библии в этом завете в новом завете на место природных не не обязательно в храмах в храмах тоже но не исключительно в храмах например как бы в новом завете ангелий является пастухам как раз на поле они могли это делать синагоги или в храме они это не делают также вот пророк моисей паста до своего теста и афора в пустыне и пророк и риме ему господь являлся писал все свои псалмы на природу господь говорит я виноградная лоза в библии часто древо жизни сравнивается с богом до который покрывает благодатью своей как тенью нас от зноя грехов и сил дьявольских сил врага древо креста животворящего древа в принципе часто в православных гимнах молитвах отождествляется именно с естественной дерево а у древних кельтов у каждого царя и у каждого рода и у каждой семьи было свое священное дерево как они говорили одно дерево покрывает тысячи людей они верили что пока это дерево стоит и живет и процветает рот храним до богат а потом через проповедь святого патрика они поняли что это только образы образы того кто создал эти деревья нашего бога и спасителя кстати у ирландцев есть понятие что настоящий храм богу это земля море и небо и вот поэтому молитва на природе была здесь очень распространена и в первые века христианстве в средневековье да и сейчас очень любят ирландцы крестные ходы всякие молитвы мессы молебны на природе совершать именно среди деревьев дубров на открытой местности однако с лесами здесь немножко грустная история в ирландии да здесь немного лесов остались даже можно сказать что по моему процентного отношения одиннадцать процентов сейчас да всего лишь как бы в начало двадцатого века еще плачевнее все было был только один процент но стали именно на государственном уровне сажать очень много деревьев в двадцатом веке как раз как восстанавливают ирландские леса к 2046 году должно быть 18 процентов но это что означает это означает что как раз те немало деревьев которые остались тех времен это те деревья которые ирландцы как-то не дерзнули срубить и это не просто так это это был запрет из поколения в поколение сохранилось предание как мы узнали не так давно что это деревья это это дерево как бы относятся к феям или к добрым людям как ирландцы называют их трогать нельзя если ты их трогаешь тогда ничего хорошего тебя в семье кстати два дерева за нашей спиной судя по всему дубы узнаем когда будут листики но так по виду похоже тоже растут здесь уже порядка 200 с лишним лет растут они около протестантского храма святого патрика потому что друзья мои приехали мы вот честно говоря не особо планируя разбираясь но в самые те самые места где именно проповедовал святой патрик ирландия-то большая и базировалась миссия святого патрика именно здесь в алстер и собственно говоря армах рядом где гробница святого патрика ньюри в переводе город тисового дерева здесь у реки посадил святой патрик тисовое дерево коту опять же да для того чтобы проповедовать ближе к людям он тоже очень любил и сажал деревья и никаким образом не воспрещал ирландцам даже после крещения почитать деревья и вот на этом месте стоял монастырь цистерсианцев но к сожалению монастырь еще в средние века он был на данный момент он разрушен здесь есть другие монастыри и остатки которые мы вам покажем это очень интересно ну а вот по поводу птицевого дерева ньюри это город тисового дерева в переводе перевод практически ну более 10 тысяч названий в ирландии имеют в корне название какого-то дерева наиболее распространенные здесь бук дуб ясень ольха боярышник дерево в котором живут феи рябина рябина сохраняет от пожаров и отгоняет ночные страхи на кладбище у каждого дерева лесной орех это символ мудрости и так далее здесь есть масса интереснейших историй легенд о пяти священных деревьях хранителях ирландии к сожалению до наших дней деревья не дожили эти они были уничтожены в седьмом веке период особо тяжелых войн здесь но места где они стояли до сих пор известны там национальные парки и люди туда ездят и смотрят и знают эти точки да дело в том что часто как бы люди могут просто не понять куда исчезла тогда вот эта самая ирландия вошла ли она полностью в подполье а если так почему если мы говорим что в первом тысячелетии ирландцы у них был вот такой очень необычный синтез древней дохристианских верований в том числе язычества и догматической православии куда это все девалось они что отступники потом стали нет дело в том что просто концу первого тысячелетия были очень много нашествия викингов первом числе и они конечно потом как-то ассимилировались но они поменяли характер тех первобытных ирландцев которые были и их вид христианства изменился стал более похожи на другие виды христианства западного европы потом еще завоевание нормандцев которые на самом деле тоже были викингами и были довольно дикими как бы да после этого уже естественно вошло это все в общий строй то есть западного европы со своими проблемами со своими там потом реформации протестантизм современизации так далее но несмотря на все это действительно через вот эти деревья через вот эти древние верования мы можем иметь ключ именно кто что нас интересует больше всего и это христианство первого тысячелетия грубо говоря это скажем так с 5 века почти до 10 11 века первом тысячелетии ирландия была центром монашества до ученого монашества наверное можно сказать всей западной европы и начал эту миссию 11 человек святой патрик у него было множество учеников о святом патрике у нас будет отдельный рассказ отдельная передача потому что конечно его жизнь это очень трогательная интересная очень история покажем и скажем что святого патрика было много учеников если его можно считать таким вот главным апостолом первоверховным апостолом британских островов то его ученики потом тоже распространяли слово божие и были его епископами которых он уже ставил на местах и вот конечно один из первых его учеников это был святой донард и здесь рядом с нами буквально есть горы морны или по-русски называются они морны да во множественном числе и вот в этих горах есть несколько вершин одна из них называется слив донард то есть гора святого донарда на ее склонах изумительный лес и вот именно там подвязался святой донард он жил там там была его келья и мы отправились туда 1 января с нашими добрыми друзьями из белфаста это гид по ирландии анна филлипс и ее муж барри которые любезно забрали нас на двух машинах и сказали что знакомиться с этим местом надо начинать именно с морны там то что интересно это необыкновенное сочетание вершин гор лесов и море то есть это то что может быть мой любимый вообще как-то любимая совокупность разных пайзажей что обычно у тебя или горы или море а тут тебя и горы и море и это конечно место удивительное но мы не подозревали что это место был величайшее место паломничества на склонах этой горы в пятом веке жил подвижник святой донард это был один из первых учеников святого патрика история рассказывает что поначалу донард был князем весьма могущественным и очень воинственным его земли как раз располагались здесь в районе нынешнего города нью-кассел и на склонах горы которая потом будет носить его имя и вот святой патрик прислал к нему двух своих монахов с просьбой пожертвовать что-нибудь на монастырь и донард пошутил подарил им быка бык пасся неподалеку на лугу и на всю округу был известен своей свирепостью даже 20 человек не могли бы с ним справиться монахи попробовали взять животное но естественно в страхе от него убежали они рассказали об этом патрику тогда патрик взял ермо помолился благословил это ермо и сказал вот это наденете ему на шею и он как ягненок пойдет за вами монахи поверили слову своего учителя пошли и подошли к животному с этим ермом и сам донард и все его люди собрались посмотреть и вероятно посмеяться над тем что сейчас будет к их величайшему удивлению бык смиренно наклонил голову и пошел за монахами в монастырь донард очень рассердился и сказал что он изведет этого патрика со своей земли он посылает к нему своих людей потом приходит и сам следом за ними с таким заявлением твои монахи украли у меня быка а к этому времени патрик уже быка велел заколоть и его приготовили засолили мясо чтобы хватило на долгое время и вот тогда патрик сказал хорошо я верну тебе его обратно повелел вынести на луг части животного сложил их как мог правильно и стал молиться господу господи ты создавший все живое восстанови кости и жилы и внутренние части этого быка и господь услышал патрика и сотворил чудо бык стал как живой донард и его люди были так потрясены увидимым увиденным что донард пал к ногам преподобного и стал умолять его крестить его и взять его к себе в монастырь учеником что и было скорости совершено и донард впоследствии ушел в этот лес как отшельник и жил здесь местные жители верят что он до сих пор является покровителем этой горы а на вершине куда в этот раз мы не дойдем но обязательно там побываем и покажем вам на вершине где есть такое небольшое сооружение из камней он каждое воскресенье до сих пор совершает божественную литургию 24 июля в день памяти святого донарда до недавнего еще времени совершалось совершались массовые паломничества на вершину этой горы кстати гора слив донард это самая высокая из гор в северной ирландии 850 метров горы морна это гранитные горы и покрыты они лесом не везде ближе к вершине например слив донард там леса уже нет как вы видели а вот склоны покрытые лесом очень конечно живописные здесь можно видеть и старинные дубы очень красивые особенно так драматично смотрится мох да все стволы здесь покрытым хом можно видеть шотландскую сосну ольхом бук те деревья которые здесь наиболее распространены березы кстати тоже попадаются кое-где ели и конечно повсюду король леса паду пастролисты по нашему холи и плющ айви самый что ни на есть рождественские растения кстати на их примере можно показать как христианское учение преобразила традиции древней кельтские у древних кельтов холи это был король или царь холи который умирал зимой как раз вот в день зимнего солнцестояния бывал праздник то что мы называем юл или ель да у германских народов у кельтских такой поворот зимы на весну да и давал жизнь новому царю рождающемуся царю дуба или царю солнца который пробуждал все зерна семена дремлющие под холодной землей и они начинали расти жить и все это превращалось потом в весну а вот христианской традиции растение холи это символ христа то есть древний мужской символ у кельтов стал символом христа красные ягодки это капли крови христа шипы на растении напоминают о терновом венце сами листики напоминают пламя по своей форме и символизирует божию любовь а вот айви растение которое обвивает ну множество деревьев в ирландии везде можно видеть этот плющ который вьется вокруг стволов это у древних кельтов женское начало а в христианской традиции символ богородицы символ также вечной жизни или вечного круга жизни потому что плющ вокруг все время обвивается вокруг ствола бесконечно вьется и вьется никогда не заканчивается также когда он цветет цветет белым это тоже символ божией матери вот все это мы наблюдали в этом удивительном лесу конечно можно только представить себе как здесь красиво весной и летом но и зимнее очарование этих мест нас просто можно сказать покорила но вот такое небольшое путешествие мы совершили с вами сегодня впереди еще много всего остального но пока мы прощаемся с вами и обещаем выходить в эфир как можно чаще до свидания всего хорошего а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok